А вот в интернет-сети попалась настоящая русалка. Правда, пользователям тут же раскрыли секрет, откуда выплыла эта женщина с хвостом. Но местные юзеры куда охотнее поверят в мифическое существо, чем в жаркое уральское лето. Прогноз погоды до сих пор один из самых актуальных запросов во всемирной паутине. Что еще удалось выловить на просторах интернета, смотрите в рубрике «Клик народа». Меня всегда мучил вопрос, что привезти друзьям из заграничной поездки. Теперь он снят, без еды можно не возвращаться. Пора оценить вкус родной гречки по достоинству, призывают юзеры. И с разыгравшимся аппетитом постят рецепты под соусом эмбарго. Запрет на ввоз некоторых импортных продуктов взбудоражил умы и желудки пользователей глобальной сети. Какой русский не любит вкусной еды? В топе запросов в поисковике лидируют списки отныне нелегальных вкусностей. Впрочем, не к мамберам, единым сыт интернет. Горожане по-прежнему обсуждают, какое оно, наше лето, воют на луну и смотрят сны. Принцип популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа». Сейчас у екатеринбуржцев все мысли только о еде. Гурманы обсуждают, смогут ли они прожить год без французских сыров, норвежской семги и греческой оливы. Пересмотреть свое меню, похоже, придется из-за Аллы Верды России к западу. В ответ на санкции Соединенных Штатов и Евросоюза наша страна закрыла для иностранных производителей вход на местный рынок. Кому теперь придется потуже затянуть поясающий вопрос, голодными россияне уж точно не останутся. Но скидку на эмбарго делать все же придется. Пользователи со вкусом смакуют вероятные варианты развития событий. Так, например, через несколько месяцев будет выглядеть Инстаграм. Японские суши-бары заменят рестораны якутской кухни, а самыми популярными турами в Европу будут гастрономические поездки. Это уже не смешно. Один из самых харизматичных актеров Голливуда, комик с грустными глазами Робин Уильямс, покончил с собой. Его самоубийство потрясло мир, реальный и виртуальный. Тот, кто всегда заставлял зрителей смеяться от души, теперь расстроил поклонников до слез в первый и последний раз. По словам родных Уильямса, возможно, на такой шаг актер отолкнул диагноз, о котором он узнал недавно – болезнь Паркинсона. Хотя тяжелая депрессия преследовала мистера Робина всю жизнь, несмотря на то, что он был востребован и активно снимался. Уже после его трагической смерти на экраны выйдут четыре картины с его участием. А сейчас даже не баян, а целый оркестр народных инструментов. Запрос, который попадает в топ уже несколько месяцев. Екатеринбуржцы не перестают удивляться крайности муральской погоды. То холодно, то когда все уже переобулись в осеннее непривычно жарко, то засуха, то потоп. Но худа без добра нет. Горожане наловчились профессионально фотографировать грозы и веселят смешными картинками весь интернет. Может, такой оптимизм зачтется следующим летом? Зато в других регионах так жарко, что даже русалки на берег выбрасываются. Интернет облетели фотографии барышни с хвостом, которая всплыла кверху брюхом в Якутии. Впрочем, новость быстро протухла. Выяснилось, что это кадры со съемок нового фильма. Запросы нынче один интереснее другого. Русалки, похищенные каракалы и странные сны. Правда, спят и видят екатеринбуржцы все тоже. Еду. Вот как геополитическая диета на людей действует. Продолжение следует...